Там в Авдеевке достаточное количество мирных жителей находится до сих пор. Женщины, старики. Например, на одну Авдеевку, может кто не знает, за последнюю неделю штурма было сброшено только около 300 крупных авиабомб. Российские пропагандисты опять по глупости проговорились и признали, что их армия совершает военные преступления и осуществляет массированные бомбардировки гражданского населения Донбасса. Произошло это в эфире Российского государственного первого канала, куда включился военкор из Авдеевки. Он с радостью рассказал ведущим, что все время, пока Россия засыпала Авдеевку авиабомбами и равняла ее с землей, в городе оставались множество мирных граждан, включая стариков, женщин и детей. Там в Авдеевке достаточное количество мирных жителей находится до сих пор. Женщины, старики. А есть информация, сколько людей сейчас из мирных? Олесь, вот только мы за это утро, я лично насчитал где-то порядка 20 человек. Это на небольшом участке, на юго-восточной части. Вообще говорят, что где-то до тысячи там их находятся. Женщины, старики, мирные жители все это время оставались в Авдеевке, а люди, которые называли себя их защитниками, все это время пытались их убить, сбрасывая на их дома полутонные авиабомбы и равняя землей город, в котором они находились. Такая помощь людям Донбасса от братского российского народа. Например, на одну Авдеевку, может кто не знает, за последнюю неделю штурма, было сброшено только около 300 крупных авиабомб. 300 крупных авиабомб за неделю для стариков, женщин и детей. В России это называется деноцификация и защита жителей Донбасса от притеснений. Ну, как мы слышали от самих пропагандистов, в результате такой защиты от 30 тысяч жителей города осталось меньше тысячи. Сколько еще таких несчастных людей погибло и до сих пор осталось лежать где-то под завалами, неизвестно и не будет никогда известно, потому что российские власти такую статистику скрывают и не публикуют. А знаете, что самое прекрасное? Дальше эти же пропагандисты сами с гордостью говорят, что вот эти все люди, которые остались, это принципиальные сторонники России, которые как раз вот ждали российскую армию, которым Украина предлагала спастись и эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, но они отказались, потому что ждали Россию. И вот этих своих принципиальных сторонников Россия отблагодарила тем, что бросала им на головы сотни тяжелых авиабомб. Но все, с кем я разговаривал, я спрашивал причину, почему не уехали. И они все говорят, мы не хотели ехать туда. В общем, из 30 тысяч жителей Авдеевки не хотели оставаться в Украине и ждали Россию до конца меньше тысячи. Ну, в общем-то, цифра говорит сама за себя. И что самое главное, да, этих людей Россия несколько месяцев просто нещадно бомбила, обстреливала, не считаясь ни с какими потерями среди них. То есть никто не думал их беречь, там, как-то сохранять их жизни. То есть их нещадно заваливали бомбами. Кто из них погиб, кто из них остался жив, Россию вообще не волновало. И это сейчас они нужны, да, чтобы показать их. Вот те, кто выжил, они их показывают для пропагандистской картинки. Сейчас-то они нужны показать их перед камерой. Но если бы эти люди, например, случайно погибли от бомбы, о них бы никто не вспомнил в России. Потому что россиянам плевать даже на тех, кто их ждет. То есть вот эта вот история, то, что Россия творила с Авдеевкой, с другими городами Донбасса, где тоже оставалось какое-то количество сторонников России, это все ярчайший показатель, как Россия относится к этим людям. Для нее эти жизни ничего не стоят. И плевать на самом деле на вот этих жителей Донбасса, даже пророссийских. И она их не защищает. Я знаю, что сейчас какие-то умственно отсталые по-любому начнут там писать в комментариях, что значит вот украинские военные сидели в городе, прикрывались людьми, украинские военные виноваты. Да украинские военные на территории Украины могут находиться где угодно. Это граждане Украины, и они имеют право на своей территории, в своей стране, находиться хоть в городе, хоть за городом. Это не должно никого волновать. Вас же не волнует, где находятся польские военные, да, финские, там, китайские военные. В городе они или не в городе. Российские военные в городе или не в городе. На своей территории граждане своей страны могут находиться где угодно. Это российских военных не должно быть на территории Украины. Это российские военные не должны бомбить украинские города. Это военное преступление. Они не должны вторгаться на территории Украины. И никого в России не должно волновать, где находятся украинские военные. Это наше дело, где в нашей стране находятся наши военные. Это Россию волновать не должно. Поэтому, конечно, это глупо, просто даже говорить об этом, упоминать, но просто в очередной раз можно проговорить, чтобы дошло, наверное, до самых умственно неполноценных, что все, что происходит, это вина российской армии, это Россия вторглась и стала бомбить украинские города, это Путин отдал приказ в начале войны, если бы Россия не вторглась, если бы Путин не отдал этот указ, Авдеевка была бы цела, Северодонецк стоял бы, как он стоял спокойно, прекрасно, целый, невредимый до 2022 года. Мариуполь был бы жив, Бахмут был бы жив, Солидар был бы цел, люди были бы живы. Россия пришла и уничтожила все это, потому что Путин отдал приказ на вот это уничтожение Донбасса. То, что Россия делает с Донбассом, это не помощь, не защита, это геноцид, причем в первую очередь, как мы видим, даже на этом примере страдают как раз-таки русскоязычные люди, лояльные России, которые неплохо бы к России относились, и вот их Россия абсолютно не ценит, не жалеет и в первую очередь подвергает таким вот варварским ударам. И заметьте, опять же, я подчеркиваю это, я никогда ничего не придумываю от себя, я вам показываю всегда только самих российских пропагандистов. Они сами это признают, вы слышите сами, они называют эти цифры, сколько они скинули, куда авиабомб. Они сами признают, что были люди в Авдеевке гражданские, на которых они эти бомбы бросали. Все сами, их никто не тянет за язык, я ничего не придумываю, а они сами признаются в своих преступлениях. Наша задача просто показывать это на как можно более широкую аудиторию и помогите это сделать. Поддержите видео, оставьте лайк, оставьте какой-то комментарий, так видео получит больше охват, получит больше просмотров. И подпишитесь на канал, это тоже очень важно для продвижения такой информации. Продолжение следует...